ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Они чудом сохранились в семейных альбомах якутян. На этих редких снимках запечатлены участники Первой мировой войны. Когда мы были с экспедицией в Хангаласском улосе, экспедиция русского географического общества, мы общались со школьниками, с учителями, директорами, со старожилами. И в каждом селе всплывала какая-нибудь история из Первой мировой войны. Кто-то вспоминал о том, что у него был прадед. Кто-то говорил о том, что у него дед служил в Первой мировой войне. Показывали нам фотографии очень интересные. И таким образом появилась тогда идея, а почему бы не снять фильм об участниках Первой мировой войны. Когда мы ездили по этим селам и общались с этими людьми, мы поняли, что знание об этом не должно угаснуть, не должно остаться только в семьях. Об этом должны знать все, потому что память о наших предках, как я считаю, это дает нам силы в настоящем и в будущем. Потому что без прошлого нет настоящего и нет будущего. И нам очень нужно, особенно в этот переломный момент истории, нужно, чтобы наши дети, наши внуки, они понимали, что живут в стране, где были и есть герои, настоящие, сильные характером люди, что они тоже такие же, что в них есть та же самая сила. «Герои забытой войны» – так называется документальный фильм, который посвящен якутянам-защитникам Отечества. «Генерал, да майор, отпусти меня домой, Ой, да отпусти меня домой, К отцу...» Первая мировая война – один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. Экономические и геополитические противоречия, назревавшие с начала 20 века между ведущими мировыми державами, привели к небывалой ранее военной кампании. В войну было втянуто 38 государств. Около 65 миллионов человек встало под ружьё. 10 миллионов погибли в сражениях. Такой страшной бойни человечество ещё не знало. Впервые были использованы миномёты, авиация, химическое оружие, танки и подводные лодки. Немногие знают, но коснулась эта война и нашего края. Уже доподлинно известно, что в Первой мировой участвовало более 800 выходцев из Якутии. История Первой мировой войны – это одна из наименее разработанных частей истории Якутии. Видимо, сказывается ещё до нынешнего времени инерция советской историографии, в которой это историческое событие не упоминалось практически совсем и очень мало исследовалось. Российская историография повернулась к этому вопросу лет 20 назад. Якутская историография начинает рассматривать, изучать вопросы Первой мировой войны, может быть, в ближайшие только 10 лет. Первого августа 1914 года Германия объявила войну России. И это вызвало самый настоящий патриотический подъём в российском обществе. Эта война, её вообще-то называли Второй народной войной. То есть Первая народная – это 1812 год, а это народ считал Вторая народная война. Когда здесь в 15-м году возник Народный комитет по оказанию помощи участникам Первой мировой войны, то есть солдатам и для организации помощи, заёма, известная общественная деятельность, ксенофонтов его возглавил, Якутия довольно-таки установили там сумму 50 копеек, но эту сумму обязан, допустим, заплатить. То есть чем могла, далёкая наша республика помогала. В Якутии представители коренных народов на действительную военную службу не призывались. Всеобщей мобилизацией подвергались крестьяне, казаки и ямщики – русские или те, кто считался русским. Так получилось, что самое большое число рекрутов на эту войну было призвано из Хангаласского улуса, точнее, из ямщицких сёл, составлявших основную часть Приленского почтового тракта. Известно, что на ямщицкую службу на север в 17-18 веках ссылались самые непокорные и неугодные своим хозяевам крестьяне. Приехав в незнакомый далёкий край, они были вынуждены не только выживать в наших суровых условиях, но и нести нелёгкую государеву службу. Иркутско-якутский почтовый тракт пролегал по левому берегу Лены на протяжении почти трёх тысяч километров. Ямщики прокладывали дорогу по нетронутой тайге, устраивали мосты и гати на болотах, поддерживали тракт в исправном состоянии. Чтобы выжить и прокормить семьи, освоили таёжную целину, обустроили башни, сеяли хлеб. Но самое сложное было гонять почту в зимнее время, когда температура воздуха падала до минус 60 градусов. Слабые духом не могли выжить. Сильных же трудностей делали сильнее. Так за столетия сложился этот особенный характер. Ямщики были рослые, были крепкие, были очень сильные. Поэтому, конечно, способствовала их деятельность, потому что, фактически, выехав из населённого пункта, они на станции оставались один на один со всеми проблемами, какие только могут возникнуть. Поэтому, естественно, человеку нужно было и физическую силу иметь, и такой острый живой ум сообразительный, чтобы... Ну и храбрость, конечно, потому что вот когда рассказывают, как они ехали зимой, особенно одна бабушка нам рассказывала, во время Великой Отечественной войны имскую гоньбу гоняли женщины и подростки. Вот. И она рассказывала, как она ехала зимой, и кругом в волки, и, в общем, вот какого страху она натерпелась. Ну, можно себе представить, что, наверное, и взрослому мужчине-то нелегко. А в руках один кнут, больше нет ничего. Ямщики и крестьяне Приленского тракта никогда не освобождались от воинской повинности. Выходцы из этих мест участвовали во всех военных действиях, которые вела Царская Россия. В 2013 году по инициативе якутского отделения ДОСААФ энтузиасты города Покровска начали заниматься поиском и восстановлением имен своих земляков, участников Первой мировой войны. Работу начинали с сотрудничества с сельскими библиотеками, с поиска родственников фронтовиков, с редких, чудом сохранившихся материалов. Когда мы начали эту работу, были удивлены, что очень много участников Первой мировой войны. Мы нашли на сегодняшний день около 20 кавалеров Георгиевских крестов, 5 офицеров царской армии и 450 участников Первой мировой войны. Цифра постоянно увеличивается. Когда мы начали эту работу проводить, мы поняли очень интересные судьбы людей, очень много подвигов. Мы не знаем, сколько людей погибло. В основном Первой мировой погибло самые лучшие. Это солдаты, которые совершали такие подвиги, о которых можно было писать. Село Исид. Здесь, на противоположном берегу, есть местечко солдатка. Именно отсюда увозили на барже, мобилизованных со всего Улуса на ту войну. Простых крестьян и ямщиков из далекой Якутии ждала небывалая прежде война. Уж разверглась глубоко, морила над головою к рабочим раздракт. И снова в покой... Нередко наши рекруты попадали в самые горячие точки. Ну, если рассматривать все бои, то и в Бусиловском прорыве были якутияне. Допустим, здесь вот мы рассматривали 22-й сибирский полк, часть туда вливалась. Но, когда они прибывали на фронты Первой мировой войны, их просто разбрасывали. Как я уже сказал, от Крыма, от Румынии до самых северных. Такой необычный факт, что одна из команд наших, воинских команд, было... Протодьяконов был призван Егор. Они попали в Иркутск, и оттуда определили их в корпус, который сражался во Франции. То есть они попали сначала во Владивосток, и через весь земной шар прибыли в Париж. Два года корпус воевал. После того уже, когда солдаты подняли восстание, их бросили в Сахару. Сахары их забрали, пароходом переправили в Крым, к Врангелю. И оттуда он вернулся, попал в Москву, и оттуда вернулся в Иркутск. Роль России в истории той войны трудно переоценить. Особенно в первые, самые трудные для Антанты годы. И окончательная победа наших союзников над германской коалицией вряд ли была бы возможна без российской армии. На сегодняшний день поисковой группой точно установлено 20 кавалеров Георгиевского креста среди участников Первой мировой войны из Хангаласского улуса. Как известно, этот знак отличия являлся высшей наградой для солдат и офицеров за боевые заслуги и за храбрость. Заслужить солдатский Георгиевский крест можно было только совершив боевой подвиг. Если проводить аналогии по сравнению год Георгиевский крест, как награда Первой мировой войны солдат, во Второй мировой войне солдаты награждались орденом славы и за отвагу. Медаль за отвагу очень почитаемая была солдатами, потому что ее просто так не выдавали, это не юбилейная медаль, которую там можно было получить за какие-то, а именно за проявленную в боях свою храбрость, доблесть и отвагу. Из села в Верхней Вестях на фронт Первой мировой ушли 24 человека. Известно, что среди них было 5 георгиевских кавалеров. Силами местных энтузиастов и потомков здесь установлен памятник героям. Сами генералы отзывались о своих солдатах в Первой мировой войне, как раз о Сибиряках. Они говорили так, что они были очень смелые, храбрые и выносливые. Поэтому мы думаем, кавалеров много, наверное, есть. Конечно, вот это вот, когда все изменилось, в стране перестройка, революция, конечно, многие свои награды спрятали, потому что они уже считались белогвардейцами. Поэтому, наверное, это тоже есть, наверное, среди населения. Поэтому мы думаем, мы еще, если мы продолжим эту поисковую работу в Иркутске, в городе Москве, мы, наверное, найдем и новые имена, и дополнительно новые офицеров очень много, наверное, среди сибиряков. Я уже так предполагаю. Из села Исид на Первую мировую войну был призван 41 человек. Хотелось бы рассказать несколько человек, которых я вот знал, раньше еще пацаном, школьником. Вот этот участник, фамилия, имя, отчество его, Федоров Иван Семенович, он был призван в 1915 году, обучался и стал прапорщиком. Он служил до 16-го года, а в 16-м году попал в плен немцам. И был он у немца-фермера до 20-го года. Он научился у фермера механизации, и вот когда образовался колхоз Висития, Кальвица Леонгарда, он там смастерил маслобойку, делали масло. И он был мастером на все руки, он умел все делать, такой деловой дед был. А его друг, которые вместе воевали, Соловьев Павел Иванович в 1932 году в Виситии попал под репрессию, то есть по статье 52 враг народа, германский шпион, и был репрессирован, и ему дали 8 лет. Федоров Михаил Степанович, ну, о нем очень мало знают, он рано умер, он был гармонистом и на войне тоже. Он после войны был писарем, у него было 6 детей, трое мальчиков, и трое воевали в Второй мировой войне. Вот это моей бабушке родной брат, Соловьев Александр Прокопьевич. Он воевал Первый мировой, у него был крест, он мне рассказывал, я его хорошо помню, с ним разговаривал, ну, еще школьником. Он умер на 75-м году жизни, он мне говорил, что я был унтер-эфицером, у меня был крест, но я потерял его. Мой дед, родной мамин, отец, Добрянсан Семен Дмитриевич, он воевал, и в 17-м году участвовал в штурме Зимнего. За храбрость и активность ему подарили винтовку и 200 патронов. Федоров Ефим Григорьевич, он был грамотный, у него было 7 классов образования, по тем временам это почти высшее образование. Он был на войне, Первой мировой, но я с ним много раз сталкивался, на Сенокосе, он шел с охоты, у него было ружье иностранное и много уток, больших уток, а отец предложил, на Сенокосе, вот, с Епития, он присел и говорит, ой, Ефим Григорьевич, у вас хорошее ружье. А он говорит, да, ружье бельгийское, фляга немецкая, мы штук французский, я сам русский. Поражает жизнестойкость ямщиков-фронтовиков Первой мировой. Пройдя тяжкие испытания войны, вернувшись в родные села, они становились здесь проводниками новых идей, участвовали в гражданской войне, внедряли новые методы хозяйствования. Многие женились уже в почтенном возрасте, обзаводились детьми, поднимали их, работая на тяжелой работе. И в наши дни в этих селах еще живут их дети, которые прекрасно помнят своих отцов. Мой отец Соловьев Павел Прокопьевич ушел на Первую мировую войну со своим братом Соловьевым Александром Прокопьевичем, который имеет награждение Георгиевского креста, получил на этой войне. А отца ранило в ногу. Ну, наверное, по этой причине его демобилизовали. Он неохотно рассказывал, изредка воспоминания, видимо, на него наплывали воспоминания. И он рассказывал, говорил, что служил у генерала Брусилова. Действительно, Павел Соловьев воевал в 309-м Овроческом пехотном полку в составе 78-й пехотной дивизии на Юго-Западном фронте под командованием генерала Алексея Брусилова. Участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве, крупнейшем сражении в этой войне. Тогда был нанесен сокрушительный удар по армии Австро-Венгрии и Германии. Была прорвана оборона противника, захвачена Буковина и Восточная Галиция. В родной деревне Павел Прокопьевич работал в колхозе. Первая жена умерла от болезни, оставив ему десятерых детей. И в 50 лет он женился снова. Со второй женой у них родилось еще пятеро детей. Чтобы прокормить большую семью, фронтовику приходилось не только работать в колхозе, но и держать немалое хозяйство, да еще промышлять охотой и рыбалкой. Всегда отец такой был примером для своих сыновей. Нас в семье было только четверо дочерей, выживших из этих почти 20 детей. Остальные были сыновья. Был очень строгим, никому спуску не давал. Все поэтому слушались отца. Временами даже, наверное, побаивались. Но столько сыновей надо было воспитать как-то. Бывшая станция Оймуран. Отсюда на фронт Первой мировой ушло около 20 человек. И все они носили одну фамилию – Филипповы. Мы по архивным данным знаем, что в Аймуранской почтовой станции в 1778 году был поселен Филиппов Прокопий из Ярославской губернии. Ему всего было 25 лет. И по архивным документам знаем, что в 1778 году у него уже был сын Роман. Это говорит о том, что он уже приехал с молодой женой и с ребенком. Уже семья была заселена. И также все Филипповы ведут род именно с Филиппова Прокопия. Но что интересно, что уже в пятом поколении эти все Филипповы уже не стали друг другу родняться. И получилось, что род стал делиться уже по прозвищам, по своим каким-то именам. Например, род Андроса, род Покейки, род Шаканая, род Минякова. Вот так они стали назвать друг друга. И до сих пор уже по родам, по этим прозвищам называют Филипповы друг друга. Библиотека музея села Едяй занимается сбором материала об участниках Первой мировой с 2006 года. Находили потомков воинов. По крупицам восстанавливали отдельные факты их биографии. Если рассказать, например, о Филиппове Егор Дмитриевича, что он вообще сам, конечно, потомственный емщик, вообще потомок емщиков. У него было всего образование два класса. И всю жизнь, конечно, он трудился. Что удивительно, что потом, когда мы узнали о ветерях мщиках подробнее, оказалось, что Егор Дмитриевич был награжден дважды Георгиевским крестом. И человек, который долгое время работал в колхозе, и был очень, и председателем колхоза был, и он умер в 70-м году и похоронен в нашей деревне Едяй. Марк Артемьевич, он из Адаманской почтовой станции, тоже был награжден Георгиевским крестом. На этой фотографии мы видим, что у него вот здесь есть это Георгиевский крест. Дальше вот можно немножко еще рассказать про одного участника, Филиппа Михаила Михайловича. Он человек был состоятельный, когда в 1907 году была организована школа в Адаманской станции. И вот один из своих домов Михаил Михайлович отдал под школу. В этих селах проживают дочери еще одного героя Первой мировой Иустина Филиппова. Мой отец 1895 года рождения. Он, ну, про войну он рассказывал, что я мало помню, когда мы маленькие были, он еще умер. Ну, лет 13. Так. Ну, у него ранение было, это хорошо помню. Вот тут глубокая такая яма была. Он сказал, это на войне осколком ранило. А потом под старостью он делал всякие эти лопаты, сани для колхоза. Тогда трудотни давали. Пенсию, на пенсию вышел тогда, пенсия была у них 12 рублей в месяц. И давали этими самыми зернами, мясом, молоком давали. Вот на это вот жили. История мира состоит из отдельных историй жизни каждого человека. И по биографиям героев нашего фильма можно изучать историю России 20 века. Василий Шукшин писал. Уверуй, что все было не зря. Наши песни, наши сказки, наши неимоверные тяжести победы, наши страдания. Не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова